привет ты знаешь я подписал интервью с маркеловым и она мне ни хера не записалась а мы с ним разговаривали на очень интересную тему может быть ты мне пояснишь и и вот у вас я заметил последние несколько чемпионатов крупных топовых уже появилась такая интересная фишка вы с утра очень сильно рвете то есть бывают жесткие счета там 16 2 16 3 то есть как бы и насколько понимает у вас такая же фирменная фишка то есть вы настраиваетесь так чтобы с утра подорвать еще не проснувшихся соперников ну и получить хороший вот этот вот задел скажем так вот так до старт вот так это или не так поясни пожалуйста ну это даже как бы ритуал собираться все время мы все время себе говорим наш менеджер саша говорит что мы не можем проиграть нету команд которые могут проиграть на этом турнире постоянно как бы в нас вкладывают веру того чтобы это непобедимый вот и как бы основном это просто получается мы имеем преимущество утром против команд которым нужно это уверенность просто почувствовать на игре разыграться конкретно сыграть с кем-то какую-то карту уже чтобы что-то произошло но как выиграть пистолетку своего рода но в рамках турнира вот-то примерно так вот это и выглядит по экономике по морали и по всему прочему слушай но а вот твои впечатления от игры с альвами они все-таки такие очень жесткие это бывшая h2k они выиграли asus приехали в киев и просто всех разметали никто их не смог остановить к сожалению но вот здесь что они показали твои впечатления от игры ну вам они вообще абсолютно ничего не показали все что они могли показать они показали то есть они не показали ничего нового вот что имею ввиду команда вообще-то хорошая но я вот заметил что они иногда могут с мировым топом с одним из лучших допустим чемпионат был в китае фнатика вся битвик вот они там знатиком проиграли с таким же разгромным счетом практически у них есть какая-то проблема они то ли боятся кого-то сильно конкретно может быть нас и фнатик может нестабильность ну да вот это не стабильность она у них проявляется ну а вообще как команда хорошая показывала не раз она кстати мало обыгрывала раньше тех же фнатиков вот я просто про последнее время так рассуждаю слушай ну сейчас уже известен ваш следующий соперник да известно первая команда испания bet4gamers там собраны лучшие игроки испании то есть сейчас у вас будет матч вы сейчас уже потихонечку на него настраивать за но он будет потом после того когда играют карту решающую третью фиксиска слушай а вот этот матч фиксиска кто бы по твоему мнению был бы для вас лучше потому что два фаворита один отскакивает да я понимаю я считаю что для меня нет какого-то приоритета в этом в этом моменте вопросе то есть я могу мне все равно против кого играть мы конечно наверное все таки хотелось бы чтобы вышли с к потому что с к вам много раз сыграли у нас же есть история матчей у нас есть принципиальные у нас их мы играли всего лишь один раз гимна гигане в испании то мы играли к ту карту которую мы не умеем играть вот и проиграли в том проиграли не сильно и личность 13 тоже своего рода был бы интересный матч в общем нет все равно с кем играть из них честно говоря хорошо ну как бы это понимаешь этот ответ это ответ скажем так чемпионский потому что когда начинаются вот такие вот разговоры про то что нам было бы лучше чтобы там мы вышли на тех на тех в принципе чемпионы тот кто выиграл у кого угодно тем более по плей-оффу когда на вылет играет если ты едешь выигрывать чемпионат приезжаешь туда смысле о том что ты станешь чемпионом то тебе не должно быть важно с кем ты должен попасться в какой-то стадии допустим вот поступок мтв связанные с этой ситуацией которую мы сейчас обсуждаем я не знаю мы вот так никогда не поступили если честно ну я даже не вижу предпосылок которые могли бы следствовать такому решению вообще в корне или слушай такой немножко провокационный вопрос не знаю будешь от него отвечать или нет меня вот что интересует вот ты смотришь как выступает в принципе украинская и российская кс-сцена они сильно переплетаются на украинской сцене есть ваши команды во главе с вами на российской сцене это мим фарзе айронвилл вот скажи мне вот ну у нас наши ребята уже отскочили все их выступление закончено на вцг чего им не хватает у нас тут появилась мощнейшая версия по поводу стальных яиц но должна быть какая-то сталь как бы вот этот мораль когда не это может это воля ну да да это синоним синоним скажем так чего не хватает я не знаю конкретно хотя нет я знаю это моя моя что твоя версия да я считаю что в россии контр-страйк после момента когда доминировали в виртуз про в составе еще после есть вот это 24 и конфай в 2005 это был рывок для контр-страйка в россии и они бы показали всем что не могут действительно играть на мировом уровне первые вообще кто из стран снг ну не считаем 19 лет нас выиграли конечно в цг 2002 году но они никогда не держали такую высокую планку как как тогда держали не выстрелили разок и все а дальше были лишь успехи на снг сцене мы как бы не общаемся не на личностях а именно конкретно по результатам ну да вот это было последнее ярко вообще на самом деле события на мой взгляд жизни контр-страйка российского вот потом как бы мы из явцем переехали жить в москву это уже был это уже было мы доминировали международный микс да мы доминировали в снг но мы не показывали ничего серьезного в мире в общем ну неважно от чего в общем суть вопроса я считаю что русским командам они как-то пытаются ну что ли я не знаю догнать когда не знаешь вот они чувствуют себя видимо как-то закрепощенно закрыта в каких-то рамках на них что то давит это однозначно потому что они я знаю всех игроков они могут сделать команду у них есть эта возможность нет но отличных игроков им нужна просто действительно команда целостная у них нету наверняка нету ну что он форзы я не считаю эти команды именно одним целым это хорошее собрание игроков у них нет общности скажем тогда некая которая их связывает да может быть что-то получится в аэрон вилл может быть что-то получится но они ты видишь у них они такой короткий строк выстрелим посмотрим ну хотя я на самом деле верю потому что мне нравится что так происходит это хоть какое-то движение вперед и правильно я так понимаю что российские команды они настроены на сиюминутный результат эти все миксы которые вот сейчас мы выиграем а дальше похер абсолютно что будет ясно слушай а че ты все-таки обгоревшие это за один день что ли успели ясно этому маркилова нос облез у тебя ты начал облезать мы первый день как только бред или автор я уже не помню в общем поехали на манхэттен бич там вообще нереально там такое солнце она так жарила мы еще и купались очень много был последний жаркий день насколько я понимаю нет каждый день такое солнце на самом деле можно загорать в бассейне у отеля и будет такой же загадки вот мы играли в волейбол вообще отлично провели время в этот день отдохнули на максимум подышали свежим воздухом океан огромные волны под волны ныряешь в общем масса впечатлений ярких супер слушай но я не буду тебя больше отвлекать давайте настраивается на испанцев их надо просто проходить просто проходить прорубаться дальше а я думаю что вам настрою и стальник яиц для этого все желаю удачи все слева давай